Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Утро на Болткоме Утро на Болткоме, конечно же, в этот международный женский день мы не можем его вести просто в суровом мужском составе Мы не можем его вести, поэтому решили не вести Мы не будем вести Доброе утро с праздником! Поздравляем! И поздравляем нашу гостью, ну, практически вот соведущую и на авианожурнал «Люблю» у нас с юбилеем, кстати Сразу и поздравляем с прекрасной датой 25 лет журналу Да, всем привет, спасибо огромное, Саша и Олег, очень приятно в этот день быть вместе с вами Женский день, прекрасный снег, чудесная метель за окном, а мы радуемся У меня цветы в студии, у меня такие прекрасные мужчины напротив, очень приятно И журналу 25 лет, мне очень такой милый возраст еще А снег растает, 98-й год, это же практически выходит на экраны «Титаник» Да, кстати И «Титаник» потонул, в отличие от журнала «Люблю», хочу отметить и напомнить Между прочим, хочу сказать, что бумажная пресса и переживала, и переживает прям, скажем, такие альтернативные времена, как сейчас принято говорить Ну или кризис там всякими интересными метафорами обзывать И тем не менее, слушайте, мы живы Смотрите, какой красивый журнал, толстый, много страниц Вот про журнал не стесняешься говорить толстый, и это комплимент В данном случае, да, мы потолстели, мы поправились и мы пополнили Это вот прям звучит очень приятно Бодипозитив по журнальному По журнальному, да-да-да Для него, и вот мы тортик на обложечку поставили в этом году, мне кажется, так очень мило И мы говорим о том, что, ну, слушайте, иногда все-таки надо себя баловать, ну и даже почаще И подарки подготовили всем читательницам А какие подарки? А подарки у нас прям классные такие Слушайте, мы пригласили в гости Оказывается, довольно много друзей журнала У нас, знаете, то ли это последствия какого-то такого интересного веяния в мире, стори-теллинга такого модного направления Очень многие становятся писателями И либо писательство, ну, дополняют, делают свои второй профессии, либо прям вот уходят в писательство У нас, например, Лена Пальчевская, известный иллюзионист, которая вот стала писательницей дамских романов Да, у нас Марина Галевская, она на самом деле женщина с серьезной профессией, биохимик Но она пишет на досуге детективы Детективы, в Лепой, да? Да, в Лепой живет прекрасная жизнь Ну, Рига, Лепая, что-то такое Расстояние маленькое, мы все друг друга знаем Лена Тонова тоже, как бы, наша общая приятельница и хорошая девушка, известная всем предпринимательница И руководительница женских клубов, тоже написала детскую книгу Моя коллега Надя Зейглиш, гештальтерапевт, тоже написала книгу Одним словом, здесь очень много собрано друзей нашего журнала, которые стали писателями И все эти книги мы дарим нашим читателям Присылая смс-ку, указывая, хочу вот такую книжку И получаешь такую книжку в подарок Мне кажется, это же здорово Потрясающе Когда ждать твою книгу? Тебе явно есть что сказать и что описать Да, слушайте, я тут подсчитала Журнал, смотрите, в этом, значит, на этом журнале написано на обложке 1294 И я так прикинула, ну, не каждую неделю я писала редакторские колонки Первое время мы писали с редакторами как-то по очереди сейчас Я пишу одна, ну, короче, порядка, ну, где-то к тысяче уже, ну, вот, подходят цифры У меня есть, это только редакторских колонок Это, ну, такие коротенькие эссе Каждый раз тему надо находить Да, я стараюсь писать такую выжимку Что происходит, что на душе Это какой-то такой камертон, ну, с женским сообществом Дневник практически Ну, кстати, про дневник А, ну, ты как-то перелистываешь вот эти вот старые страницы прежние И так как-то сравниваешь, было-стало, ну, условно Так можно просто их собрать все вместе и издать, как история страны за 25 лет На 26-ю годовщину, да, например Да, типа того Ну, не то, чтобы мы сейчас начинаем прощаться Да-да-да, я понимаю, но я же говорила про вторую профессию, да То есть это какое-то, знаете, ну, вообще очень любопытно смотреть Вот, как ты говоришь, листая старые страницы, да, рубрика «Что было» И я вот, ну, вот залезаю в файл, допустим, папка там два года назад И все у меня про пандемию, про то, что, боже мой Уже ничего там вот, ну, нельзя вот предполагать И вот как же это вот астрологи вообще ничего нам не сказали, не предупредили А мы тут во всем вот в этом живем Ну, любопытно же, да, вот как там переживали Сначала переживали за маски, потом переживали за изоляцию Потом переживали за комендантский час Ну, и как-то вот мы все это, то мы и пироги печем, то мы и детей в школу Казалось, что это никогда не закончится Да-да-да Потому что, слушайте, каждый год, ну, вот живешь по такому Ну, я не знаю, как старые времена в нашем детстве называли Народный календарь-примет Ну, весна 8 марта 14 февраля От праздника к празднику Новый год Ну, при этом, что самое удивительное Казалось, ну, что можно придумать Слушайте, я ни разу за 25 лет не увидела повтора Мы почему-то умудряемся какие-то каждому празднику готовить другие блюда На каждое лето мы мажем другие кремы Мы придумываем другие макияжи Мы вытаскиваем и запретаем Но смотрим все равно иронию судьбы Да-да Ну, добавляем еще что-нибудь Яблочко Лапэкшили Ёлкину Кто что хочет Кому что больше нравится Скажи, пожалуйста, за 25 лет Четверть века А сами читатели как меняются? Есть группа, которая растет вместе с нами Не будем другие слова в данном контексте употреблять Да, это взрослеет, скажем так, вместе с нами Растет, живет Живет, да, живет и растет вместе с нами Есть невероятно милые письма Слушайте, нам, кстати, письма До последнего времени писали бумажные Ой Вы представляете? Уже нет Латгали Нам давно не писали Из Далгов пился У нас есть там целый такой фан-клуб в Латгали Я знаю этих всех читательниц Они присылают фотографии Они присылают фотографии Я с детьми, я с внуками Мой котик У нас огромное количество фотоконкурсов Мы их призываем участвовать У меня распустился мой Амарилис Они присылают, ребята, бумажные фото Это фантастика, это невероятно Конечно, редакционная почта есть Конечно, присылают в основном электронные вопросы Мне не пришел журнал, я хочу поучаствовать в конкурсе И фотографии шлют, конечно, ну, как мы все нормальные, телефонные в мейл Но есть бумажные Очень приятно Невероятно трогательно А есть ли, сохранился ли какой-то почтовый ящик Я не знаю, куда бросают эти письма Куда вытаскивают, не знаю, по утрам Ну да Ну как, у нас секретарь приносит почту И да, действительно, есть бумажные письма И в этом номере, кстати говоря Ну вот, он сегодня уже в продаже Так что, дорогие, все, кто нас слушает Сидит сама листает, другим не показывает Да, да, да Ну вот смотри Это был намек, Инна А, я сейчас выдам 171 килограмм Это вес подшивки, журналы люблю Мы не поленились и взвесили Мы положили, ну, всю подшивку То есть это огромная стопка Ну, практически, наверное, в этой студии будет до потолка И это все вот, ну, бумажные журналы Это какое-то огромное количество Вообще, ну, вот Материала Весомого Ну, как вам сказать Это материальное подтверждение того Что, ну, вот Мы жили эти 25 лет Что все это было не зря Вот она Вот она Да Знаешь, да Самый первый номер Вот, как он выглядел Самый первый номер Он здесь даже есть Есть его обложечка, конечно Я его прекрасно помню Ты даже помнишь? Ну, конечно Мы же тогда все на ПЭЛДу сидели Да Смотрите Наташа Тастова Я ее знаю Прекрасно Это чудесная девушка Я у нее брала интервью Тогда она была лицом с обложки Да Все, надо брать Да Да Вот И Давай полистаем Да, мы сейчас там Где это выглядит Она сейчас Она живет не в Латвии Но, тем не менее У меня есть не связь Я ее вижу на Фейсбуке регулярно У нее чудесные дети Она совершенно не изменилась Слушайте, ну, это невероятно трогательно Какие рубрики сохранились за 25 лет? Что появилось снова? Сохранилось самое главное Вот это то, про что Саша сейчас спросил Лицо с обложки Да Мы были и остаемся единственным журналом в Латвии Реально единственным Который на обложку приглашает просто девушек из жизни Это Исключение исправить Сегодня тортик, да Девушки Ну, вот все девушки, которые вот на этом развороте на обложке Это девушки, которые вот Ну, они живут либо в Риге, либо в Латвии Девушки из очень маленьких городков Столичные наши красавицы Любого возраста Любого, я не знаю, направления внешности Ну, мы берем абсолютно всех У нас были на обложках дети, коты Звезды, приезжающие в Латвию с гастролями Были на обложке у нас президенты У нас была Вайра Викифрейберга, например, на обложке Мы у нее брали интервью И она была очень довольна А каковы шансы мужчине попасть на вашу обложку? Есть Если ты не президент Есть А президентов мужчин, кстати, не было Но вот сейчас у нас через неделю выйдет Глянцевую Люблю наша сестра Так сказать, еще более толстый, прекрасный журнал И у нас на обложке будет чемпион Витя Щербатых Со своей дочкой А получается, 1200 там лиц практически с обложки Нет, не обязательно так Иногда, я же говорю, котики Какие-то крыски были Были тортики Были шарики Ну, то есть иногда бывают какие-то обложки Такие не человеческие Но, тем не менее, невероятно милые Очень часто на Новый год мы придумываем Какие-то обложки с животными Ну, там, год кролика У нас будет девушка с кроликом Или будет один кролик сам по себе Что-то такое Какие рубрики появлялись? То есть вот какая-то потребность Была необходимость Очень мы любили Очень радовались, когда ее придумали И много-много лет ее вели Только на ковид прервались Это рубрика «Дегустационный клуб» Это любимая рубрика всей редакции Естественно, как вы понимаете Потому что в магазин отправляется Такой целый отряд И мы сначала изучаем Как продукт представлен, ассортимент И потом человек ответственный за рубрику Ответственные менялись, конечно, ведущие журналисты Покупают все, до чего может дотянуться Приносят это все в редакцию Начинается массовая дегустация И мы еще, как правило, приглашали диетолога Как правило, это тоже друг нашего журнала Госпожа Неймана Которая говорила, почему это есть нельзя, да? Да, но при этом всегда угощалась И Наполеоном тоже И не только обезжиренным творогом Или йогуртом Но и соленым огурчиком тоже И одним словом, мы дегустируем продукты Как они на вкус Цена-качество Что в составе Ну, в общем, классная рука Кстати, опять же, я помню Вот те самые пресловутые 25 лет назад Помнишь, мы все вместе пробовали стиральные порошки? Да! Один из первых номеров Мы сравнивали все эти Это первый год жизни журнала Мы тогда вместе работали в большом издательском доме многоэтажном И тогда мальчишек позвали Тазиков понатащили в редакцию Там каких-то май Замачивали сначала Замачивали Пачкали Ну, вот какие-то диагнозы Да, правильно, еще кетчуп Мы же пачкали сначала Да, специально Ну, то есть мы обыгрывали все эти ролики Да, да, да Вы помните это, вот как раньше? Там кто-то, я не помню, там, бренд Мы уже идем к вам Ну, вот эти знаменитые какие-то Были такие смешные И мы все это делали И проверяли, то есть это все Да, да, да Вот этим самым руками И удавалось И что в результате? Ну, как, ну мы Нет, ну, опровергали вы или наоборот подтверждали? Как все, что мы помнят Этого уже, конечно, никто не вспомнит Но мы честно писали Фоторепортаж Прям вот фоткали Тогда не было ютубов, рилсов и сторисов Иначе мы бы все это фигачили И все приходилось, да, фоткать И ждать неделю, пока выйдет по журналу Кстати, про отсутствие Ну, тогда интернет был в зачаточном состоянии По сравнению с тем, что происходит сейчас Ну, вот возьмем этот номер, да Мои любимые киши Четыре рецепта Да Отдельное спасибо, значит, за них Действительно обожаю киши Но Прекрасно Полон интернет Да Различных рецептов Конечно В чем смысл их ставить в печатном виде Если любая читательница Любой читатель может просто погуглить В настроении Потому что, когда ты, ну, вот сидишь И, скажем, вот, ну, планируешь Какое-то меню на неделю Или там на выходные Думаешь о том, чтобы приготовить Ну, как бы понятно Берется телефон И ты там, ну, вот думаешь Ну, вот, может быть вот это Может быть вот это И начинаешь там изучать эти рецепты Ютуб открываешь планшет Там еще что-то Но Те подписчицы С которыми у нас есть связь Говорят о том Что вот они получают журнал Да Все-таки Это доставка Ты достаешь Из ящика По-прежнему Или там, скажем Под дверь Почитален приносит Да Это утренний ритуал Женщина садится Пьет кофе Значит, открывает журнал Листает Вот она доходит до киши Да И тут же всегда Есть какое-то вступление Есть какое-то, ну, такое вот объяснение Пусть оно будет коротенькое Но оно очень эмоциональное В чем прикол? Почему мы их приготовим? Да Сделай это сейчас Потому что, например, вот Впереди выходные Пригласи маму Сделай такой пирог Вот эти Понимаешь, мы задаем Как бы вот вводим человека Ну, вот в данном случае читательницу Любую, кто получит это же В определенное настроение Я понимаю, что Ну, вот Конечно, точно так же Как рецептов Модных фото Косметических продуктов Их тоже очень много В интернете Очень много Но журнал по-прежнему Выполняет такую Исследовательскую работу Я бы сказала То есть В море информации Если раньше был дефицит информации Сейчас мы находимся Ну, вместе с вами Вы же точно так же Находитесь вместе со мной В переизбытке информации И мы остаемся Таким камертоном И плюс еще Ритуальный момент Утром загрузить детей В машину Везти в школу Нажать кнопку Слушать радио Любимое А допустим И мы даже знаем его название Да, действительно А этот самый журнал Вечером посидеть Полистать Прикинуть Ну да Действительно Вот могли бы быть Такие выходные Я позову там Маму или подруг Или для мужа Приготовлю Вот я знаю Что ему нравится Надо будет зайти Купить вот такой Набор продуктов Все Этого достаточно Для того, чтобы Сформировать настроение Или какой-то такой вот Вектор на то А что вот еще Ну вот я могла бы Сделать Придумать Кто выбирает Эти рецепты Кто Ну являются Душой Этой рубрики Конкретно Вот этой вот Ну на рецепты Конкретно влияю я Мы садимся У нас есть Редакционная Планерка Ну я говорю Так, девчонки Давайте придумывать Что собственно говоря У нас будет происходить Куда мы будем двигаться Чего мы хотим Вот И плюс еще Маленький Обычно образовательный Какой-то кусочек Да Вот Про те же самые киши А почему они так называются Что это за пироги В чем их прикол Да Из истории вопрос Откуда они взялись Да За что мы их полюбили И это же интереснее Чем просто сказать Заливной пирог Начинку бросила Сверху налила тесто А можно подать На стол Ну как-то неромантично Да Вот А понимаете А вот как меняется Это все Когда ты подаешь На стол И говоришь Это французский Да Он пошел из Лотаринги Это регион На границе с Германией Я уже прочитал Это Германия Вот А немцы Приписывают себе Потому что они были Вот такие вот Скряги И они бросали Там вот Остатки ужина А можно Какую-то романтическую версию И все А допустим Если эта женщина Кого-то позвала На свидание И вот она задвинула Такую историю Про этот пирог Который достает Из духовки Это уже Совсем другое настроение Это же правда Конечно Уже какая история Это может вытечь Из этой чашечки кофе Что интересно Вот я тоже клюнул На эти киши Так мы на них остановились Обратил на них внимание Мне интересно Почитал там И такой И такой И сякой Есть ли Ну наверняка есть Каковы эти свидетельства Про мужскую аудиторию Женского журнала Приходят ли письма От мужиков От мужиков Как-то реагируют Жалуются Ругаются Возмущаются Предлагают Письма не пишут Мужики не танцуют Сразу приезжают Да Что вы наделали Моя-то сразу После вашего журнала Пошла там Что-то Потратила деньги На что-то Несколько раз Вообще-то Вот тут вот я Конечно покривила душой Несколько раз Были отзывы Я не назову прям письма Были отзывы Потому что в журнале У нас еще Значит помимо таких Ну вот практических Рубрик Есть такие рубрики О прекрасном Я их называю Например преображение Вот смотрите на 32 странице Прямо посередине журнала Очередное преображение От школы Богомолова Когда После работы стилистов И фотосессии В дом Приходит Немного другая женщина И вот тогда Бывает что Вау-эффект Он настолько велик Что Несколько раз Было такое Что вот мужчины Даже писали Ну на мейл Или на фейсбучную страницу Нашу Какой-то отзыв Типа боже Ну вот Как благодарить Мы всегда скромно говорим Что Тортик в студию Будет Нам всегда Очень приятен Но на самом деле Самая большая Наша радость Это Месяц Декабрь Когда Мужчины Выбирая Новогодние подарки Для жены Мамы Сестры Иногда Учительница В школе У ребенка И так далее Приходят К нам Мужские оформления Подписки А поскольку Мы еще подарки Всем подписчикам Раздаем То иногда Мужчины приезжают В редакцию За подарками И вот тогда Прям приятно Наблюдать Вот такое Мужское пришествие Потому что Тут и есть Про подарки На 8 марта Что подарить Маме Дочке Себе Любимой И подруге Обязательно Конечно На 8 марта Можно гиацинты Можно сладости Можно приятную красоту Проход через Любой магазин Пожалуйста И мы Намекаем Даем совет Подсказываем Да Обязательно Знаешь Какое Приятное совпадение Инна Мы обычно С Олегом В это время Обсуждаем Какие-то События Которые на свете Происходят Что-то там В истории Примечательное И праздники Сегодня помимо Замечательного Международного Женского дня Есть такой праздник В Соединенных Штатах Девушки пишут Посвящен как раз Писательницам И побуждает К творению А еще есть день Женского пивоварения Да Про это мы еще не говорили Ну и нас же перечисляла Вот Там вторая профессия Или меня У нас целый материал Посвящен Дамам Ну там правда Есть и мужчины Но в основном Женщины И этого мы сейчас Тоже добавим Потому что Помимо Смотрите Международный Женский день Международный День женского Пивоварения Святая правда А девушки пишут сейчас День будь противным Бин Нест Это как раз Прекрасные девушки Интересно А что в этот день Надо делать И дополняющие их мужчины Будь противным Будь собой Будь противным Да В принципе День корректорской правки Кстати Тоже вот Можно сказать Относится к журналу Люблю А я лежу Опять же В продолжение Всех тех женских День весенних крыльев Женщины же Окрыляют О как прекрасно звучит Вот я вижу Что здесь есть анкета Вот что дают анкеты Заполненные анкеты Вот как Дают ли они Ну какое-то представление Вот куда двигаться Как что хотят читать Да Вот такие вот замеры Мы делаем раз В пару лет Тоже любопытно Что долго-долго Приходили бумажные анкеты Ну прям куча этих писем Сейчас все больше Конечно Ну просто Заполняют анкеты Фотографируют на телефон Присылают по почте потом Да или на фейсбучной страничке Вот Но любопытно смотреть Возрастная категория То есть Все-таки наши читательницы Становятся старше Потом Очень интересно смотреть Как меняются У нас есть такой вопрос Про каких звезд Ты хотела бы прочитать Слушайте И Вот тут любопытно Мы когда готовили С коллегами Вот эту вот Рубрику Мы подняли Немножечко архивов Ну как Ну тоже Ностальжи 25 лет Посмотрели О каких звездах Просили написать Женщины 10 лет 15 20 лет назад Я вам хочу сказать Что я эти имена Не факт что рискну Признести сегодня в студии Потому что некоторые герои О которых они очень хотели бы Прочитать Ну давайте я произнесу Путин Находится в местах Не в своем отдалении А в этом смысле И в том числе Ну и наши местные Конечно И политики И звезды И про Путина хотели Конечно Я смеюсь Но это Слушайте Это конечно удивительно Причем рядом стояли Стас Михайлов Филипп Киркоров Владимир Путин Все рекорды бил Там Нилушаков Лемборгс Шлессерс Хорошо Самый Самый Яркий Или самый необычный Персонаж Который мы просили Рассказать Кто первый В голову приходит Для меня Самая одиозная фигура Это Стас Михайлов Все рекорды Я вам передать не могу Сколько лет Все для тебя Расслеты И туманы Да Это просто Журавли Не надо Все Я целый день Теперь петь буду Огромное спасибо Журавли Летят Китей Надо было Да Вот надо было Только ты Не улетай У меня есть Ложбек из Вьетнама На чудесном фестивале Лайма Рандеву Я видела Однажды в жизни Вживую Это чудо Ребята Я должна рассказать Представляете Я на тот момент Присутствовал В абсолютно Уникальном зале Где Все В едином порыве Пели песню Ну вот То есть На сцене Стоит человек С ног до головы Там осыпаны Бриллиантами Под ногами Букеты Из роз Рубаха Рубаха Расстегнутая Да Естественно И весь зал Вокруг меня Тысячи Вот Помните Эти фотки Значит Эти Девушки Которые рыдают На концерте Битлз 60 Там типа Седьмой год И вот опять Не дня без Битлз Все равно Упомянули Серьезно? Да Всегда У нас Слушайте Вот я Тоже Вмастила Идет Третий год Наше совместное Работы Ни одного Дня не обошлось Без упоминания Битлз Я рада быть Причастной К этому Флэшмобу Слушайте И вот эти Рыдающие Женщины Поют Вот этих Журавлей Я первый раз Тогда услышала Эту песню Не знала Ни одного Слова Через Несколько Секунд Ты знаешь Все слова Их там Не очень много Вот эти Но это фантастика И мы такие Сидим с мужем И мы смотрим На все это И понимаем Вот что значит Чужой На этом празднике Жизни Ты знаешь В свою очередь Я дополню Есть два исполнителя В моей истории Чье творчество Я сначала Ну с ним Ознакомился Узнал И стал напевать Какие-то даже песни Не слыша оригинала Это в школе Группа Сектор Газа Ну потому что Помнишь летом Я запамятовал Чем девчонки занимались А мальчишки Красили парты Да обязательно И вот мы С главным двоечником Моего класса Вдвоем Все лето Фигачили Эти парты красили И он Исполнял Наизусть Ну альбома два Как потом выяснилось Сектора Газа И я выучил Наизусть эти песни Ни разу Сектора Газа И не слышав И та же история Со Стасом Михайловым До того Как я его Начал отличать И узнавать музыкально Да-да-да-да Я вот те же самые Пресловутые журавли Я услышал там От друзей Где-то кто-то По приколу Там знаешь В компании Застолье Да-да-да-да Вечеринка что-то там Да и все такое прочее Затянули журавлей Да Ну как-то вот Вот в такой ситуации А потом я услышал Уже собственно Как Стас Михайлов Исполнял А я уже даже И увидела потом Это незабываемое Зрелище Да Не забываемое зрелище Незабываемо провели мы Эти полчаса Пролетело Как одна Как журавли В сторону Как 25 лет Как 25 лет Говорили бы и говорили Честное слово Мне невероятно Приятно было С вами провести Это утро И я уверена Я выйду сейчас И солнце осветит Вот я своей Своей улыбкой Просто добавлю радость Этим Рижским улицам Желаем еще Несколько раз По 25 В журналу люблю С счастливых читателей Читательниц Ну и читателей Мужчин Поздравляем Поздравляем И с праздником И с юбилеем Четверть Или как это правильно сказать Спасибо что пришла Хорошего дня Всех поздравляю Дорогие слушатели И слушательницы Ну а мы прерываемся Как обычно На паузу Рекламную Новостную Потом возвращаемся С гостями С гостями С творческими гостями Сегодня все так Легко будет У нас и празднично Слушайте Радио Болтком